15,5 лет колонии строгого режима и почти 500 миллионов рублей штрафа запросила прокуратура для полковника Захарченко. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании следствию. Сам он обвинил прокурора во лжи и назвал себя невиновным. 15,5 лет колонии и почти полмиллиарда рублей штрафа. Столько запросил гособвинитель для полковника МВД Дмитрия Захарченко. В среду Пресненский суд Москвы рассматривал дело о многомиллионных взятках бывшего замначальника главного управления эконом-безопасности и противодействия коррупции МВД. О ходе финального процесса наш корреспондент Марила Котецкая. Гособъединитель Милана Дегаева выступала два часа. Смысл ее выступления сводился к тому, что борьбу с коррупцией доверили отъявленному коррупционеру. И Захарченко лишь имитировал борьбу с коррупцией, а на деле занимался прямо противоположным. Она упомянула, что его расходы значительно превышали его доходы. Только при обыске в автомобиле Акру у него нашли при сдержании сумму больше 21 миллиона рублей. Ключ от автомобиля Захарченко пытался выбросить в туалет. Гособъединитель запросила для подсудимого 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом почти в полмиллиарда рублей. Она также предложила лишить своего века званий, запретить в течение трех лет после отбытия срока занимать должности в правоохранительных органах. В ответ Дмитрий Захарченко столкнул довольно эмоциональную речь. Он подготовил ее заранее. Так обвиняемая в коррупции бывший сотрудник МВД заявил об отсутствии в его деле события преступления. Он упрекнул обвинителя в том, что та идет на поводу следствия в присутствии суда и общественности. Это просто неважение к суду. Возмутился Захарченко и обвинил прокурора в том, что она якобы переписывалась со следователями во время допроса свидетелей, а те давали указания, о чем их спрашивать. При этом Захарченко заметил, что прокурор своей речи может дать фору с фильмом 16+. И добавил, что даже служебная собака-ротвиллер, присутствовавшая в зале, стала высказывать возмущение, потому что прокурор обманывала, сказал он. Ожидается, что сегодня на предних сторон, возможно, начнет выступать защита. У Захарченко пятеро адвокатов. Говорить они будут, скорее всего, несколько дней. Мария Локотецкая, напомню, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При обыске в его квартирах было обнаружено около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Продолжение следует...